МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Все, поехали отсюда. Сколько можно ждать? У меня ноги затекли. Может, он вообще на другую речку сегодня свою жертву повезет. Все, я не скачу. Маньяки отличаются постоянно. Что ж ты? Стоп. Кажется, машина идет к берегу. Руки на машину положи. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Ну все, ребята Обвиняемый задержан А я вот одно не понял Он что, псих совсем что ли? Шизофреник Он считает себя английским королем Эдуардом Третьим Который прославился тем Что создал рыцарский орден подвязки Так вот на допросе он заявил, что топил нерадивых рыцарей Которые отказывались от чести вступления в этот орден Дурдом Вот именно Ну что, все улики собраны Это дело можно закрывать Поздравляю Можете идти Что? Почерк тот же Мужчина В дорогом костюме при галстуке В карманных обнаружена Женская подвязка Причем в воду попал не так давно Иначе выглядел бы гораздо хуже Черт, мы что, не того взяли? Итак, что мы имеем? Открытая черепно-мозговая травма Полученная в результате удара тупым предметом Никак не в результате падения Смотри, Галь След дугообразный Оставленный ребром Предмета цилиндрической формы Понятно А что со временем смерти? Время смерти около 23 часов Это получается Около 7 часов тому назад А в воде он пробыл Не более 5 часов Причем он не утонул, как обычно А плыл по течению Ну, может быть, на поверхности его держала одежда Наполненная воздухом А анализ крови готов? Давай посмотрим Снотворного в крови нет В легких воды тоже нет То есть получается, что в воду он попал Уже будучи мертвым Я ставлю причину смерти Черепно-мозговая травма Получается, что способ совершения преступления Совершенно другой Маньяк своих жертв усыплял и топил Вот, как видите, подвязка Из кармана последнего трупа Только она как-то не монтируется с остальными Это самая настоящая свадебная подвязка Да? Да, ее невеста на ногу надевает на свадьбу Зачем? Зачем? Чтобы красиво было Чтобы жених снял ее тоже красиво А вообще, это дизайнерская вещь Гламурненько Даже страшно себе представить Сколько свадебное платье будет стоять С такой подвязкой Маньяк, значит, наш подбрасывает жертву Синие подвязки Все одинаковые А это, значит, свадебная Пойду покопаюсь у нее в карманах Можешь тару подержать О, рис, конфетти Наш дяденька точно со свадьбы приплыл Почему? Ну, а что, ты не знаешь? Обычь такой есть Жениха с невестой рисом и конфетти посыпают Зачем? Ванечка, вот женишься, тогда узнаешь Сплюнь Артем Артурович А вы не хотите поиграть? Нет, спасибо Я еще не настолько пьян, чтобы не держаться на копытах Пока Секундочку Ну что, Галь Значит, наш маньяк К этому трупу не имеет никакого отношения? Слава Богу, что это прояснилось А то у меня сердце екнуло Человек у нас сидит А тут еще одно похожее убийство Галя У него на лице следы четырех видов помады Ничего себе Слушай, у него что, волосы крашеные, что ли? Да нет Это его натуральный цвет Давай-ка посмотрим Что ты там нашла? Так и есть У него на руках следы краски для волос и пергидроли Слушай, а может быть он парикмахер? Я тоже об этом подумала Парикмахер с подмосковной свадьбы Почему с подмосковной? Его выловили далеко за пределами Москвы А ты сама сказала, что он пролежал в воде не более пяти часов Да И к тому же в воду его сбросили сразу Иначе кровопотерей из раны была бы значительно больше Река в том месте, где его нашли, течет в сторону Москвы Значит, его убили и бросили в воду где-то в Подмосковье Сюда А ты изменилась Расцвела А ты совсем не изменился О нет, нет Не верь глазам своим, Татьяна А мне так хочется верить Сегодня в подмосковном Дремино не вышел на работу стилист-парикмахер Артем Давыдов Директор салона дружит с начальником местной милиции И попросил его разыскать Давыдова Пока ему клиентки салон не разнесли Ну и поэтому местная милиция отреагировала на наш запрос Непонятно, что такая суета из-за пропажи парикмахера Да потому что он лучший парикмахер в городе А неделю назад сказал, что увольняется И естественно, все клиентки чуть не придрались, чтобы к нему попасть А вчера он взял отгул и никто не знает, куда он отправился ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК Да? Давыдова опознали Ё-моё Галь, я закончила вскрытие и сделала анализы Вот что у меня получилось В крови я обнаружила алкоголь Правда, небольшое количество Спасибо. Содержимое желудка подтверждает его присутствие на банкете. Смесь ингредиентов салата оливье, красная икра. Действительно, характерно. Да, и еще. В ране я обнаружила микрочастицы бумаги. Передала в лабораторию. Кстати, где наши операторы? Ребята работают. В Дремино поехали по месту жительства погибшего. Товарищ майор. Хотите посмотреть, какие симпатичные девушки у парикмахеров? Смотри, какая. С учетом того, что он не женат, не вижу в этом ничего предосудительного. Трагедия наша заключается в том, что мы с тобой неправильную профессию выбрали. Женщины вот этих вот экспертов, они их не любят. Они, оказывается, у нас предпочитают этих стилистов. Ну, завидовать нехорошо. Да кто им завидует-то? Я тебя умоляю. Чему тут завидовать? Слушай, Алены, Алины, Галины, Тамары, Сони. Так вот, слушай, я знаешь, почему не завидую? Потому что от любви до ненависти один шаг. И вот яркое тому подтверждение. О, иди сюда, послушай, Давыдову, что пишут, посмотри. Давыдов, я вас люблю. Но если вы не хотите ответить мне взаимностью, я вас просто-напросто упью. Чтобы вы никому никогда больше не достались. Ваша, Ваша И. Слушай, там есть девушки на букву И? Так. Вот. Ну, вот, четыре. Сорок восемь. Пятьдесят восемь имен на И. Безусловно. Нет, это надо быть камикадзе. Две женщины для мужчины, это опасно. Пятьдесят восемь. Как он дожил до своих лет. Слушай, смотри, как он. Упаки. С учетом того, что тело двигалось по реке пять часов, а скорость течения этого притока Москвы-реки в это время года составляет около шести километров в час, получается, что сбросить в воду его могли приблизительно вот здесь. Это как раз Дремино. А это что? Небольшой дачный поселок, практически на берегу реки. Надо сообщить ребятам. Пошли. Точно. Получается, что вчера телефон Давыдова практически весь день был отключен, хотя ему пытались дозвониться. Он сделал один звонок в авиакассы. Куда же он собирался? Спасибо. Он собирался улетать в Новосибирск. Я позвонила в авиакассу и узнала. Но тут странно другое. Неделю назад он забронировал билет на Камчатку и должен был улететь послезавтра. Но вчера снял бронь. Девушка, которая бронировала ему билет, сказала, что он просил билет куда-нибудь подальше и как можно быстрее. Прямо так и просил? Угу. Ну, что-то поклонницу сбежать хотел. Музыка Здравствуйте, гости, дорогие! Как мы рады вас видеть! Какие вы молодцы, что вы пришли. Жаль, что вы немножко опоздали, но молодцы, что вспомнили, что второй день ряжеными отмечаю. Боже, и корочки-то принесли настоящие костюмы подобрали. Замечательно. Как вас зовут-то, а? Николай Петрович. Ой, Сергей Зеленович, Мария Ивановна, давайте водочки для наших гостей. Наливайте штрафную скорее. К нам приехал, к нам приехал Николай Петрович, дорогой. Пей-да-дно, 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 штрафную, пей-да-дно. Ай, какие вы молодцы, да? Настоящую гостей. Конечно, конечно, я ведь тоже настоящая цыганка. Вам знакомо имя Артема Давыдова? Так, есть на частицах бумаги из раны на голове погибшего, есть следы бытового клея и красителя, используемые в принтерах. На этих бумажках то же самое, даже частички надписи остались, буква С. Давыдов приехал на свадьбу неожидно. А потом оказалось, что он отец жениха. Чему это оказалось? Когда мы еще готовили свадьбу с Анной Валерьевной, это мама жениха, она сказала, что отец Павлика отбыл в неизвестном направлении. Он потом погиб. Поверьте, я очень огорчена тем, что случилось с Артемом Давыдовым, но мы его увидели вчера впервые и даже не заметили, когда он ушел. Свадьба, гости, сами понимаете. Понятно, понятно. хорошо, погоди. СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА Веди... Кетчуп. Это Семен Ильич. Перебрал, наверное, немножко. Вот наши молодожены. Анастасия и Павел, мой сын. Ну, вначале я хотел бы поговорить с Павлом. Да, конечно. Пойдем. Прошу. Павел, Артема Давыдова пригласили на свадьбу вы. А как вы узнали, что он ваш отец? Случайно узнал. И, честно говоря, очень обрадовался тому, что у меня есть настоящий живой папа. Как вы узнали, что он ваш отец? Кто вам сказал? Стася сказал, а ей вроде мама. Стася, Стася, Стася. А сокращенок Анастасии. Просто так мама говорит. Анастасия и Павел, чтобы не было Паши и Стася, как будто два мальчика. В контексте жениха и невесты это звучит как-то не очень. Надоели все эти приготовления. Платье, прическа, список гостей и то да сё. Даже не знаю, кому всё это нужно. Ну, конечно же, нашу маму. Свадьба – это праздник родителей. Не знаю, по крайней мере, наш праздник. А точнее, мой. Начнётся после свадьбы. Ведь так? Слушай, хотя свадьба – это тоже неплохо. Увидеть разом всех родственников и друзей. Паша, ты опять про отца думаешь? Ну да. Господи, Паша, святая ты моя простота. Нет, я тебе не скажу. Не скажешь что? Ну, в общем, наивно в твои годы верить в папу подводника. Он был лётчиком. Нет, не был, а есть. Кстати, парикмахер – стилист. Что ты сказала? Есть? Ну да. Артём Давыдов – твой отец. И это не такой уж большой секрет. Подожди. Ты не врёшь? Знаете, сколько я занимаюсь проведением свадеб, но такого, чтобы отца, жениха убили. Не было. Извините. Инесса Юрьевна. Нет, 30-го, да? Спасибо. Помогите мне, пожалуйста. Напишите пару фамилий гостей. Ну, кого помните. Да, конечно. Да. Ой, так а что я? У меня это всё в электронном виде есть. Давайте я вам смотрю. А, нет, 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 не надо. Не беспокойся. В принципе, наверное, этого-то будет недостаточно. Сейчас. Слушайте, а почерк у вас какой-то такой характерный, да? Не спутаешь ни с кем, да? Вы же писали, да, в сценарии всего? Похоже, да? Похоже. И лицо у вас тоже такое запоминающееся, как почерк такой тоже, да? Вот. У меня даже Витя фотографию сохранил. Смотрите. Вы, да. Вы же Давыдову письма-то писали с угрозами, неоднократно. Причём писали. Ну, не буду вам мешать. Извините. Давыдову убили точно такой же бутылкой. Частицы бумажки из его раны в точности совпадают с этикеткой. Хорошо. Теперь осталось найти нужную нам бутылку. Ага. С отпечатками пальцев, следами крови. Да, ну это уж вообще мечта. А чем вы сейчас в лаборатории занимаетесь? Серёга фотки смотрит и видео со свадьбы. Там их столько с ума сойти можно. Зачем на свадьбе столько фотографировать? Я не понимаю. Давыдов бросил меня 10 лет назад. Да, я писала ему. Да, угрожала. Но бить не смогла бы никогда. Ну, а зачем тогда угрожали? Я думаю, он вернётся ко мне. Хотела, чтобы он думал обо мне. Пусть хотя бы так думал обо мне. Как об опасности для жизни. Да хоть так. Лишь бы думал. Я любила его, понимаете? Но, к сожалению, у него таких, как я, дюжина на завтрак. Просто какой-то жуткий человек. Ну что вы. Он хороший. Просто так говорится. Да надо петь, пропусывать, что за маму. Андрей, всё успокойся. Ира, Ира. Андрея больше не надо. Проследи, чтобы он не пил уже. Хорошо? Всё. Вася, Василий Семёнович, ты не спай его, Андрея, мы хватит уже. Мы хватит уже, достаточно. Всё. Как клоун себя ведёт, а? Граждане, 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 минуточку, внимание, минуточку. Я хочу обратиться к нашим уважаемым дамам. Сейчас наш сотрудник, проходи, соберёт у вас у всех губную помаду. И мы возьмём у вас у всех образцы эпителия. Помада Татьяны Точкиной идентична, обнаружена вокруг губ погибшего Давыдова. Точкина, это у нас кто? Мать невесты. Получается, в Високова целовала Инесса, бывшая любовница, в щёку Анна, мать его сына, и тоже бывшая любовница. А самый крамольный след оставила мать невесты. Да, а что с четвёртым образцом? Нет соответствий. Это, знаешь, даже может быть не помада, а какая-то паста или крем. Мамблеск для губ. Ну да. Что-то я с этими дамами-любовницами запутался совсем. Инесса его убить не могла. Почему? Дело в том, что начиная с десяти до полуночи, Инесса не выпадала с поля зрения видеокамер больше, чем на минуту. Она развлекала уже вовсю нетрезво гостей. Кстати, на пару фоток я видел, как Давыдов разнимает драку. Ту самую драку. Это было в 20.45. После этого Давыдов наш мелькает на фото и видео. Живой и здоровый. Это было до 22.10. А в 23.00 он уже был мертв. Вы сами-то по берегу гуляете? Ну, вчера нет, но многие выходили подышать свежим воздухом. Здесь же хорошо. Хорошо. Да. И что, все сюда гулять ходят, да? Ну, жених с невестой приходили с гостями, рассвет встречали. Вам не кажется, что как-то вы не очень человечно устраиваете досуг своих новобрачных? Ну, вы знаете, мы вот именно это не планировали, просто как-то спонтанно получилось. Спонтанно. А кто предложил когда? А вы знаете, честно говоря, я не помню, но кто-то из родителей, по-моему, сказал. Знаете, барышня, у меня такое стойкое впечатление сложилось, что кто-то сюда специально людей привел, чтобы следовать затаптать на месте преступления. Родители, значит, да? Ну, забери, ФС отправь, только быстро, ладно, сделай. Ну, да. Я, поцеловался я с Давыдовым пару раз. Выпил лишнего. Не отрицаю. Ваш муж видел это? Нет. И я попросила бы вас не говорить ему об этом. Вот здесь его в воду и сбросили. Из лаборатории сообщили, что это кровь Давыдова. Кстати, кое-что из этого может оказаться орудием убийства. Держи. Ваша жена хорошо знала Давыдова? Понятия не имею. Я его видел вчера в первый раз. Думаю, жена тоже. При осмотре дома было установлено, что обувь, в которой вы вчера ходили, мокрая. Почему? Не знаю. Я же говорю вам, был не трезв. Может быть, облил чем-нибудь. А может быть, и вообще не я в ней ходил. Топили вчера камин? Да нет. До полов ночи точно не топили. А может быть, кто-нибудь ночью замерз? Понятые, обратите внимание. Вот. И пуговка. В составе пепла качество есть смесовая шерсть. Такую используют для шитья дорогих мужских костюмов. А вот Точкин сжег свой костюм. Зачем? Чтобы скрыть следы преступления, конечно. Здесь спекшиеся следы крови Давыдова. А в этом пепле еще кое-что есть. Итак, вы сожгли свой костюм, на котором была кровь Давыдова. Да, сжег. За что вы его убили? За что? Да по нему все женщины с ума сходили. Моя Татьяна тоже. Это еще тогда было, когда они с Аней с ним познакомились. Только он Аньку выбрал, а не ее. Хотя Ане много счастья это не принесло, как мне кажется. А Татьяна всю жизнь по нему сохла. И тут он появляется на свадьбе весь такой из себя, елки-палки. Он приставал к вашей жене? Когда я его по башке ударил, показалось, что так. А если по-трезвому посмотреть, может быть, это и она к нему приставала. Получается, что кроме костюма там жгли еще какой-то шелковый материал. Ну, может быть, это подкладка. В хороших костюмах она шелковая. Золотой нитью. Ага. Сомневаюсь. Ну? Послушай, у нас невеста сегодня в чем? В сиреневой кофте и юбке. Ну? Ну, замуж-то она во всем этом не выходила. Вот она на фото. Романтичное, свадебное, белое платье. Ага. Ну, дом обыскали. Обыскали. Ты это платье в натуре видел? Ну. Ну и где оно? Так вот, значит, Татьяна Точкина у нас хозяйка. Татьяна Точкина Большого Дома Моды. И свадебное платье для своей дочери. Она шила на заказ у себя. Платье с оторочкой из эксклюзивного кружева золотой нитью. Выписывается только на заказ в Милане. Заказано ровно на пошив одного платья. Вот я принес образец. Угу. Кондиционер, включи, пожалуйста. Угу. Да, это та самая ткань. В этом камине сгорело платье Анастасии Точкиной. Скажите, а где ваше свадебное платье? Не знаю. А я знаю. Оно сгорело в камине вашего загородного дома сегодня ночью. Кто его сжег и почему? Что вы делали вчера вечером? Я не жгала платье. Вчера вечером я замуж выходила. Как хорошо вы знали Давыдова? Как может невеста знать отца жениха, о существовании которого жених и сам не знал? Берите, Александр. Как вы это делали? Сейчас мы с ней, нам это нужно для следственного эксперимента. Серега готов? Бейте. Так. Сейчас зафиксируем. Ваш отец признался в убийстве. Сказал, что когда увидел, как Давыдов целуется с вашей матерью, он ударил его по голове. Рост нашего сотрудника такой же, как у вас и у вашей матери, а рост манекена такой же, как у погибшего. И что это значит? Если ваш отец ударил Давыдова именно так, как говорит, то на одежде вашей матери должна была остаться кровь. Но на ее одежде нет крови. А ваше платье почему-то сгорело. Дождемся результатов экспертизы, но я почти уверена, что ваш отец себя оговаривает. Вопрос почему? Да, у меня тоже был роман с Давыдовым. За месяц до свадьбы мама меня отправила к нему делать прическу. Но она обратила на меня внимание, запал мне показалось. И я решила поручить Донжана, покрутить с ним и бросить. Но я влюбилась в него по уши. А он бросил меня. Не сбегал. А теперь, дорогие друзья, второй танец молодых. Но жених молодой танцует с мамой невесты. Приглашайте. А невеста танцует с папой жениха. А я ведь специально сделала так, чтобы Паша пригласил тебя. Я хотела, чтобы ты увидела, как я красива и счастлива. Но это неправда. Я люблю только тебя. Стася, Стася, если бы я знал, что невеста Паши, я бы сюда вообще не пришёл. А мне очень плохо без тебя. Скажи мне, зачем такой прекрасной невесте? Старейший Бунжан, тем более, что бабник. Мы расстались и расстались. Что было, то прошло. Итак, дорогие друзья, сейчас у нас будет новое испытание для нашей очаровательной невесты. Мы ей сейчас завяжем глазки и посмотрим, сможет ли она с закрытыми глазами найти своего единственного с ужином. Вот ваши аплодисменты. Так, 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 секундочку. Итак. Спасибо. 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 АПЛОДИСМЕНТЫ Нелестно перепутала. Ну, её можно понять. Жених-то так похож на своего отца. Горька! 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 АПЛОДИСМЕНТЫ А теперь жених снимает подвязку. Хотите обратить внимание на эту ножку. Боже мой, какая ножка! Какая ножка! Дружочки мои, холостые. Снимаем свои места. Горька! Горька! Молодец! 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 Итак, раз, девочки, подержим! Два! Три! АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Ты почему пристаёшь к другим? Ты даже с моей матерью целовался! И не смей отрицать! Я видела! Такова моя природа. И у тебя нет никаких оснований построить место. Покувыркались и разбежались. Забудь, как я забыл. Я не могу забыть! Ты мой! И не говори мне про свою природу! И не смей целоваться с другими! Ты что? Ты что? Ты что, не понимаешь, что я? Я подлец! А я докажу тебе, что я подлец! Докажу вам сейчас, что я подлец! Ты хочешь мне, да? Хочешь? Я не могу! Я не могу! Я не могу! На Саша! Да ты на себя посмотри! У тебя же вся помада на губах размазана. Или что, хочешь сказать, эта птичка крылья комазанула, так? Ну, Саша... Что Саша, что Саша? Где вы с ним миловались? На берегу? На пол на луне любовались, черти лысые? Я сейчас его найду, я ему всю морду размажу. Что это? Артём! Любимый Артём! Артём! Виленький Артём! Тихо, стоп, стоп. Спокойно, доча, спокойно. Таня, слушай сюда. Значит так, идёте в дом, только так, чтобы вас никто не видел. Всё, тихо. Всё, в дом, в дом. Давай, Вася, иди в дом, в дом. ТОРЖЕСТВЕННАЯ МУЗЫКА Тебе письмо? Какое-то. Девочка моя, когда ты получишь это письмо, я уже уеду. Навсегда. Я не знаю, где я буду жить и прошу тебя ради тебя самой не искать меня. Я всеми силами пытался тебя оттолкнуть, но ты так настойчива. А я так слаб, потому что... потому что я люблю тебя. Милую, взбалмошную, забавную, прекрасную. Люблю больше жизни. И кажется, впервые это для меня навсегда. Но ты так юна, у тебя впереди долгая, счастливая жизнь, в которой нет места стареющему, одинокому парикмахеру. Ты забудешь меня очень скоро. А я... я не хочу ломать тебе жизнь. И потому... прощай. СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА 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 СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА